Скажите, вы слышали что-нибудь про дату 5.11.2017 года? Нет. Может в интернете? Как-то не особо заострял на этом внимание. Наверное, нет. Ну, раньше было 7 ноября революции 100 лет, а 5 ноября какой-то российский праздник, но какой не помню. 4 ноября. Нет, первый раз слышу. 5.11.17 нет. Может в интернете? Что-то не припомню. Честно, нет. 5.11. Нет, не слышала. Скажите, вы слышали что-нибудь про дату 5.11.2017 года? Нет, а что будет? Может в интернете слышали? Нет. Нет, к сожалению, не могу этим похвастаться. Нет. Ничего не слышал. Нет. Нет. Это будущее только. Нет. Честно, нет. Нет, ничего не слышал. 5.11.2017 нет, не слышал. Может быть в интернете? Нет. Не слышал. Не слышал. Может быть это пророчество Ванги, нет? Хорошо, нет. Какой политический режим должен быть в России? Демократия. Как сейчас или как-то по-другому? По-другому. Думаю, как сейчас. Меня все устраивает, в принципе. В России. Я имею в виду политический режим. Какой есть, такой должен. А какой есть? Сейчас установили нормальный, статистический парламентская республика у нас с президентом, конституционный режим. Конституционный. Ой, сложный вопрос. Давайте так. Как сейчас или как-то по-другому? Ну, я думаю, что как-то по-другому. Потому что как сейчас это ужасно. Я, наверное, промолчу. Нет, на этот вопрос не отвечу. Сейчас так сразу ответить затрудняюсь. Но который... Ну, вот давайте так. Как сейчас или как-то по-другому? Ну, как сейчас меня устраивает. Мне нравится. А вас? Вполне. Ну, существующий, наверное. Ну, вот как сейчас или как-то по-другому? Ну, как сейчас. Только надо больше внимания уделять жителям России именно. А не заниматься внешней политикой. Я так считаю. В моем деле. Скажите, какой политический режим, по-вашему, должен быть в России? Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Потому что я не очень сильно в политике. Ну, демократия, если она такова и существует. Как сейчас или какой-то другой? Не знаю. Честно говоря, я... Не могу точно ответить, какой режим именно должен быть. Но то, что сейчас есть, оно, мне кажется, все равно, так или иначе, лучше, чем было. То есть, есть какой-то прогресс, динамика. Видно, что политические деятели, лидер страны делают, работают. Ну, в общем, уровень КБД высокий. И хочется надеяться, что все их труды будут воплощены в реальности. И только же жмем за них кулаки. В общем, как-то так. О, слушайте. Это тяжелый для меня вопрос. Ну, давайте, как сейчас или как-то по-другому? Как сейчас. Ну, меня как бы устраивает, да, все. Вот в политику я не лезу, точно не могу сказать. Ну, давайте, как сейчас или как-то по-другому? Как раньше. Демократический. Как сейчас? Да. Или как-то по-другому? Да нет, зачем по-другому. Скажите, какой политический режим должен быть в России? Демократический. Да, да. Как сейчас? Да. Еще лучше. Сейчас. Как сейчас. Чтобы бабушки жили хорошо. Демократия. Это очень грустный вопрос, на мой взгляд. И хотелось бы сказать свободный, но не знаю, насколько это реально в нынешней ситуации. Вроде бы как и демократия, а вроде бы как и нет. Хотелось бы, чтобы у народа было действительно больше возможности что-то поменять. Меня устраивает совершенно политический режим России. Меня абсолютно устраивает и внешняя, и внутренняя политика. Да, не все гладко, но все сразу довести до идеала это невозможно. Последнее время я прихожу к выводу, что все-таки монархия, но не диктатура. Я против диктатуры, я против возвращения к коммунистическому строю. Это наверняка, да. Это я знаю точно. На данный момент, мне кажется, всех все устраивает. Ну, относительно. Единственное, что, наверное, с безработицей, наверное, какие-то трудности у большинства людей. А так Россия, ну, замечательная страна, в которой стоит жить и радоваться. Люди должны радоваться тому, что имеют. Опираясь на предыдущие те же года, вот СССР, ну, например, взять времена СССР. Все было замечательно, все было отлично. И, как говорил мой дед, им обещали, что будем мы жить хорошо, а нам говорят, что они жили хорошо. Хорошей власти, мне кажется, не бывает. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к народу Турции? Хорошо относимся. Хорошо. Положительно. Отдыхать туда поедете? Нет. Почему? Потому что денег нет. Как там, не знаю даже. Обычно. Ну, хорошо или плохо? Я с ними, честно говоря, не сталкивалась. А поехали бы отдыхать в Турцию? Ни в коем случае. Почему? Ну, у нас есть где отдохнуть? Нейтрально. Ну, как, ну, так же, как и мы, люди и люди. Поехали бы туда отдыхать? На данный момент нет, потому что, как бы, все-таки, как сказать, политическое положение там не очень. И, ну, зачем подвергать лишний раз опасности своей жизни? У нас есть Россия, очень прекрасная страна, которой отличные Байкал есть места, в Алтайском крае тоже есть очень много мест, где можно отдохнуть получше, чем даже, мне кажется, в Турции за границей. Как вы относитесь к народу Турции? Ну, в принципе, народ, он всегда есть народ. То есть, я нормально. Поехали бы туда отдыхать? Ну, вряд ли. Почему? Предпочитаю Россию. Никак не отношусь, я с ними никак не связана. А вы? Любой народ заслуживает уважения. Вы бы поехали отдыхать в Турцию? Ну, я там один раз была, мне хватит, больше не поеду. И финансовых возможностей уже нету. На самом деле, отношусь я ко всем народам достаточно толерантно, но то, что происходит в последнее время, конечно, не вызывает каких-то положительных эмоций. Вы бы поехали отдыхать в Турцию? В данный момент нет. Почему? Ну, потому что это может быть элементарно опасно. Как вы относитесь к народу Турции? Нейтрально. Вы бы поехали туда отдыхать? Точно нет. Нет? Нет. А почему? Ну, в связи с данными обстоятельствами я бы туда не поехала. Нейтрально, наверное. А вы? Нейтрально. Поехали бы туда отдыхать? Конечно, поехал бы. Думаю, да, не отказался бы. Нормально отношусь, как ко всем народам. Поехали бы туда отдыхать? Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к народу Турции? Никак вообще. Поехали бы туда отдыхать? Никогда. И не поеду. Народ Турции хороший народ. Да. Нейтрально. Нейтрально. Друзей. И хорошо я отношусь. Вы поехали бы туда отдыхать? Конечно. Очень красивый город. Много достопримечательностей. Да. Без вопросов поехала бы. Наверное, больше негатива из-за средств массовой информации, которые несут свой вклад, наверное, в массовое сознание и негативные отношения. Вы поехали бы туда отдыхать? Нет, не поехала бы. В свете последних событий, конечно, расстроены тем, что происходит. Вообще, ну, хочется надеяться, что все будет лучше, чем сейчас. Вы поехали бы туда отдыхать? Ну, в данное время нет. Почему? Ну, скорее всего, всему служит причина их агрессия, необоснованная к нашей стране. Ну, единственная почему. Ну, вообще, к мирному населению я всегда отношусь достаточно терпимо. Абсолютно. Я думаю, что принципиальную роль играет правительство. И, наверное, это не имеет национальных черт. Я думаю, так, это же политика, это же к местным жителям не имеет никакого отношения. Скажите, вы поехали бы туда отдыхать? Ну, я думаю, что нет. Сейчас нет, я напугана. Нормально, что, нормальный народ. Вы поехали бы туда отдыхать? Легко. Положительно. Поехали бы туда отдыхать? Нет, сейчас бы не поехал точно. Почему? Ну, там у них сейчас не очень, как говорят, спокойно. А так, был в Турции раньше. Хороший народ, добрый. Ну, не все, может быть.